Бывают также задачи сложные, требующие особого внимания. Задачи на увеличение или уменьшение числа в несколько раз в косвенной форме. То, что мы с вами уже рассматривали, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц в косвенной форме. А теперь рассмотрим задачи на уменьшение и увеличение в несколько раз. Например, Оля нарисовала 4 шарика. Это в 2 раза меньше, чем нарисовала Оксана. Сколько шариков нарисовала Оксана? Итак, Оля нарисовала 4 шарика. Что обозначает число 4 шарика? 4 шарика это нарисовала кто? Оля. А Оксана нарисовала неизвестно сколько шариков, но сказано, что Оля нарисовала это 4 шарика. Это в 2 раза меньше, знак меньше, чем Оксана. Требуется узнать, сколько шариков нарисовала Оксана. Давайте будем рассуждать. Не забывайте, что нужен вопрос. Сколько шариков нарисовала Оксана? Как же мы рассуждаем? Так же, как и в задачах на сложение и вычитание. Рассказано, что Оля нарисовала меньше, следовательно, Оксана нарисовала больше. Раз Оля нарисовала в 2 раза меньше, значит Оксана нарисовала в столько же раз больше, то есть в 4 раза больше. Так что же нам делать? Значит, раз Оксана нарисовала в 4 раза больше, то чтобы узнать, сколько шариков нарисовала Оксана, надо умножить. Надо 4 умножить на 2. Равно 8 шариков наименование. Кто это нарисовал? Оксана. Нарисовала Оксана. Ответ. 8 шариков нарисовала Оксана. Итак, надо такие задачи читать очень внимательно и рассуждать. Ага, раз Оля нарисовала меньше, значит Оксана во столько же раз больше. Поэтому такие задачи решаются действием умножения. И пишем ответ. 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 Сколько число? 8 шариков. Нарисовала Оксана. Вот мы с вами решили задачу в косвенной форме. Итак, вывод. Если одна величина в несколько раз меньше другой, значит другая во столько же раз больше. Вот это главное, о чем мы должны помнить. Если мы, например, напишем такую задачу. Оля нарисовала 6 шариков. Оля нарисовала 6 шариков. Это в 2 раза больше, переделываем, это в 2 раза больше, чем Оксана. Сколько шариков нарисовала Оксана? Как же мы будем рассуждать в этом случае? Вы уже, наверное, догадались, как мы будем рассуждать в этом случае. Как узнать, сколько нарисовала Оксана? Раз Оля нарисовала больше, следовательно, Оксана нарисовала меньше. А раз она нарисовала меньше в 2 раза, то надо 6 разделить на 2. Пишем решение. 6 делить на 2 равно 3 шарика. Нарисовала кто? Оксана. Ответ. 3 шарика нарисовала Оксана. Это были задачи в косвенной форме, которые нужно читать очень внимательно. Теперь задачи на деление по содержанию. Например, 18 конфет раздали детям по 3 штуки каждому ребенку. Требуется узнать, сколько же детей получили конфеты. Думаем, что обозначает число 3? 3 конфеты давали каждому ребенку. То есть, одному ребенку, каждому. Каждый получал 3 конфеты. А что обозначает число 18? 18 конфет требуется узнать, сколько ребят получат конфеты, если их 18. Пишем, когда такие задачи, то под конфетами одинаковые наименования пишутся друг под другом. Под конфетами конфеты, а под ребятами ребята. Итак, одному ребенку, каждому 3 конфеты. Сколько же деток получат, если всего у меня конфет 18? Требуется узнать, сколько раз по 3 конфеты содержится в 18 конфетах. То есть, сколько раз из 18 конфет я могу забрать по 3 конфеты. Надо 18 разделить на 3. Пишем решение. 18 делим на 3, равно 6. А теперь думаем, что у нас спрашивалось. Сколько ребят? Значит, 6 ребятам хватит 18 конфет. Ответ. 6 детей или 6 ребят получили конфеты. 18 конфет хватит для 6 ребят. Эта задача простая, потому что она решается в одно действие.